дорогие друзья добрый день и сегодня старая песня о главном опять-таки полив орхидеи в поддон вот посмотрите опять мне отдала сотрудница орхидею вот у нее посюда постоянно вот по следам испарения влаги вот посюда постоянно стоит вода в поддоне ну и пожаловались на что что вялые листочки конечно же вот лист пожелтел вот какая-то она не такая почему-то не развивается а почему ну и ответ очевиден и сейчас мы заглянем с вами опять таки на корневую систему я всегда смею что посмотрим в корень вопроса и все сразу же с вами увидим друзья призываю вас если вы поливаете орхидею в поддон ну пусть она постоит там часик потом всю воду слейте но постоянно не держите ее в поддоне орхидея конечно же на какое-то время она замечательно себя будет чувствовать как бы но она замечательно себя чувствует ну вопреки я не скажу что это так норма и так хорошо она чувствует себя какое-то время хорошо потому что она напитана влагой но так как корни ее перестают дышать то рано или поздно орхидея погибает будучи в воде от недостатка воды здесь опять-таки хороший момент что развивается корневая система которая пытается сбежать из горшка вот и это конечно же орхидею спасет так но сейчас мы займемся вывернем ее из горшка и посмотрим как обстоят дела у меня тут рядом есть секатор фундазол украинская версия фундазим называется ну и посмотрим что как и может применим итак начинаем вот орхидея ой вы можете видеть залетают грибные комарики прямо отсюда корневой системы практически нет все это можно наблюдать до комарик так и вьется я не знаю видно ли вам так ну корневой системы нет вот весь виламин сгнивший вот мы его просто удаляем все все закономерно все как обычно и сколько ну не говоришь об этом все равно полива в поддон либо же полили забыли если это не систематически эту орхидея может это выдержать если это систематически повторяется то есть вот очень модно сейчас покупать кашпо да и в кашпо поливать но очень опасно можно с одной стороны оставить воду в кашпо и забыть ее слить да потому что кашпо как правило непрозрачная мы все время в ритме таком жизненном торопимся куда-то бежим и орхидею очень легко можно оставить призываю вас если вы поливаете орхидею выделите для этого время не бегите не скачете просто остановитесь полить оставьте значит вот эти корневые сосуды на время оставлю потому что корней мало можете видеть совсем мало и чтобы орхидея все таки каким-то образом получала влагу вот это я удаляю видите совершенно отгнивший корень как это все печально говорю говорю и одно и то же каждый раз значит орхидея была полета не знаю как давно но когда я ее забрала она стояла в луже и видимо это длилось очень давно сниму человеку покажу чем окончилось усиленное поливание в общем все это весьма печально три корешка которые были вне субстрата они остались вот они раз два три вот эти корешки возможно и вот один корешок который еще вверх смотрит так сейчас мы все посмотрим смотрите все сгнившие попа черная я это зачищу не оставлю это я не вижу в этом совершенно никакого смысла вот этот корешок обрежу тоже обрежу до живого корневой сосуд оставлю на время еще какое-то послужить потом он усохнет и особого вреда не будет так это удалю бывший цветонос тоже удали все друзья беру горшочек поменьше потому что на 34 корешочка большой объем горшка вредоносен субстрат не будет просыхать никогда и хочу вынести эту кору побыстрее потому что здесь витают грибные комарики внутри там скачут сциариды чтобы но это все не перекинулась на мои растения я хочу это все побыстрее удалить хотя наверное сейчас мы с вами еще посмотрим что же внутри горшка вот мне просто тоже интересно это глянуть чтобы вы прониклись тем насколько вредоносно поливание с поддона и при этом систематическое ну заглянем что в самом горшке ну я думаю вы видите что здесь ну просто вот кваша опять-таки корни гнилые уж не знаю как долго это орхидея выдержала кстати орхидея из предыдущего ролика на подобную же тему выжила опять-таки друзья смотрите вот палочки несмотря на то что они находятся в абсолютно влажном влажном субстрате они видите не растворяются они покрыты плесенью так да сциариды так и шастают вот еще одна вам палочка абсолютно целая корни гнилые ну это все печально не буду занимать ваше время я думаю выводы вы сделаете сами тут еще и мог чтобы уж наверняка удержать влагу так вот это у нас корни гнилые мох печальная картина и повторяющаяся из раза в раз у любителей изрядно полить орхидею ребята она практически суккулент то есть ее нужно поливать но в меру давать корням просыхать да грунт со мхом ну многие так делают но это приводит вот к таким последствиям так хочу вам показать как бегают сциариды здесь они в большом количестве маленькие крупнее перескочила уже куда-то весь старый субстрат вместе с горшком я поместила в мусорный пакет плотненько завязала чтобы сциариды не раскакивались ведь тем более вы видели взлетали и мушки то есть взрослые особи поэтому я чтобы предупредить перезаражение моих растений хотя я все растения люблю немножечко подсушить то есть от полива до полива я даю им просохнуть грибные же кармарики из циариды они развиваются сугубо во влажном субстрате поэтому такая профилактика подсушивать грунт нарезаю кору знаете буквально вчера мне звонила моя племянница и у ее свекрови та же картина все рассказала сегодня сама столкнулась с такой же проблемой вот моя сотрудница мне отдала тоже такую же орхидею сгнившую так теперь будем обсыпать нашу орхидею сначала я хотела посадить в обрезанную бутылку полторашку но нашелся горшок хозяйка мне выделила их кору мы нашли и посадили все горшок объемом по крайней мере в два раза меньше посажено все в сухую кору под основание стебля пенопласт все стандартно посадка неплохая он не качается следующий полив будет через неделю раствором фундазола я вам об этом говорила возможно еще вам покажу просто как это сделаю чтобы уж воочию что называется ну и пока что это все орхидею буду листья опрыскивать потому что корневая система у нее пока что но такая скажем не рабочая потому что то те корешочки которые были снаружи они не привыкли работать но будут привыкать ну все наш фаленопсис занял место на подоконнике я его опрыскала перед выходными и ухожу отдыхать со спокойной душой орхидея уже не гниет процесс остановлен опрыскала чтобы она ну немножечко ну как бы легче было адаптироваться растение все-таки привыкла квасится все время в луже с водой и конечно это шок то что я его извлекла из все время влажненького но вы понимаете что растение уже погибала вот тургора нет видите листья болтаются вот все это вот таким образом выглядит все я ее оставляю потом покажу вам как я полью ее с фундазолом до скорых встреч друзья пока